Всем привет! С вами снова Виктор Балет. Сегодняшнее видео посвящено депрессии у Сергея Есенина. По всей видимости, изучая его биографию, изучая его творчество, его стихи, психологи пришли к тому, что у Сергея Есенина были преддепрессивные состояния, и все это развивалось дальше и дальше и дальше, глубже и глубже и глубже, что привело к депрессии и привело к его, образно говоря, концу. Вот такая жизнь была не отрегулированная, никакого расписания не было, хаотичная, вот эти бессонные ночи, гуляния, разборки различные, проблем у него было очень много с людьми, с правительством, самим собой прежде всего. Он не мог со многим смириться в этой жизни и не мог понять, почему все это так происходит, так как происходит. И все это привело к тому, что у него такое состояние его, можно сказать, его убило. По всей вероятности, видно, что он сам в своей жизни пришел к своему концу. Как бы это печально не звучало, каждый человек, он кузнец своего счастья, у него был огромнейший успех, и он мог бы свою жизнь совсем-совсем по-другому сложить. Ну так вот получилось, как получилось. Сегодня как раз я хотел бы на эту тему поговорить, на преддепрессивное состояние или депрессия, какие бывают симптомы на этот счет, что было у Есенина. Вот все эти симптомы у него были тоже, можете по ходу видео сравнить его жизнь, его биографию, его произведение с тем, как все это у него развивалось, вот эта депрессия, депрессивное состояние. Сегодня она, депрессия, уже не представляет собой ничего нового, очень много людей страдает от депрессии, есть медикаменты, есть психологи, но тогда этого всего не было, это было что-то новое. Люди либо уходили в алкоголь, в такие бесконечные пьянки, гулянки, и это было своего образа на то, что такой выход из этих преддепрессивных или депрессивных ситуаций. Сегодня, конечно, народ тоже пьет, ясно дело, не все обращаются к специалистам, но вот обратите внимание на симптомы, может быть, если у вас что-то подобное зарождается, было бы хорошо с этим уже начать. Сегодня можно поправлять это здоровье свое, потому что это может привести к очень печальным последствиям, как это было у Есенина. Мы точно не знаем, как это все произошло, или он сам, или ему помогли, но в конечном итоге своей жизнью, да, он пришел к этому печальному концу. Итак, смотрите видео про депрессию, извлекайте для себя что-нибудь полезное. Всем привет, с вами снова Виктор Балин, сегодня я хотел бы поговорить с вами о очень важных симптомах, приводящих к депрессии. Их, эти симптомы или проявления различные в вашем поведении или в вашем мышлении, их игнорировать никак нельзя, это очень опасно, если это будешь игнорировать. Методики лечения сначала нужно обратиться, конечно, к врачу, к психологу или терапевту, да, к вашему домашнему врачу, и объяснить ему все эти симптомы, что с вами вообще происходит, почему вы себя так чувствуете нехорошо, и как это все вообще проявляется в вашем организме. То, что вы иногда испытываете затрудненное дыхание, если какие-то проблемы, одышка получается, перехватывает горло, кажется, что вот-вот задохнетесь, приступы страха. Это происходит как днем, так может происходить и ночью во сне. Иногда близкие тоже, например, или муж и жена рассказывают утром, что ты плохо спал или ты плохо спала, у тебя тяжелое дыхание было, одышка перехватывала горло. Я даже думал, что или думал, что ты вот-вот задохнешься, и потом человек просыпается в таком приступе страха, ему снятся какие-то ужасные сны. И все это как раз ведет к тому, что организм потом изнашивается, и со временем могут развиться такие депрессивные или преддепрессивные состояния, и это очень-очень опасно, поэтому нужно этим заниматься уже с самого начала, как только эти симптомы появляются. Еще что важно, наблюдайте за своим организмом постоянно. Если вы видите, что у вас нарушается сон, нет аппетита, снижается либидо, головные боли постоянно, ни с того ни с сего, вам ставят диагноз вегетососудистая дистинея или кардионевроз, это уже очень серьезные вещи. Нужно знать, что все начинается с головы, с мыслей, поэтому нужно сначала заниматься головой своей, мыслей нужно привести в порядок, жизнь привести в порядок, и потом не будет ни нарушения сна, ни нарушения аппетита, будете с удовольствием спать, кушать, ажи головные боли пройдут. Все начинается с головы, дорогие мои, то есть наше отношение к жизни, наше отношение к родным и близким, к соседям, к друзьям, к родственникам, здесь кроются все проблемы. Часто бывает, что ни с того ни с сего у нас появляется раздражительность, мы раздраженные такие, вечно нам все что-то не так, обиды какие-то появляются, кто-то неправильно на нас посмотрел, кто-то с нами не поздоровался, кто-то нам руку не протянул, кто-то прошел мимо, не поздоровался, кто-то не позвонил, кто-то что-то, замечание какое-то сделал такое, что нам не понравилось, и мы уже делаем из мухи слона, все это постоянно в голове, раскручиваем, 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 и ни к чему хорошему это не приводит, иногда даже приводит это к прямой агрессии, где мы сразу конфликтуем с этим человеком, мы сразу, например, отвечаем грубо, или какие-то замечания делаем этому человеку, естественно, потом это все, вот эта спираль агрессии, она раскручивается, и это депрессивное состояние, они сопровождаются вот этой подавленностью, постоянно безысходностью, жалостью к себе, то есть у нас нет настроения, мы думаем, а вот такая тупиковая ситуация, уже я никогда не справлюсь с этим, наверное, уже все, конец, конец всему, ну и вы сами знаете, если сильная депрессия такая, то многие люди даже доходят до крайности, а крайности вы сами знаете, какие крайности бывают, когда человек просто не видит никакого выхода и кончает жизнь сам себе, это, конечно, не есть хорошо, поэтому нужно от этого уходить, и также вот это постоянно жалость к себе, а почему я, почему со мной, что такое, почему, да зачем, да вот так, тот виноват, другой виноват, весь мир виноват, только мы не виноваты, поэтому вот эта жалость к себе, это абсолютно неправильное качество, нужно просто разобраться в чем в себе самом, найти слабые пункты какие-то и начать работать на них, и прям по списку составьте пункты какие-то и начинайте исправлять свою жизнь уже прямо сейчас, да, после этого видео, просто так жалеть самую, самую себя или самого себя, это ни к чему хорошему не приведет, нужно быть как Ванька-встанька человечек, упал, поднялся, упал, поднялся, и в Библии тоже есть очень хороший стих, там говорится, 7 раз упадет праведник, но Бог его все равно поднимет, да, вот этот принцип Ваньки-встаньки, он уже в Библии был описан, что есть личность в универсуме, скажем, или дух, Бог, который видит всю вашу ситуацию, и она обязательно вам поможет, как Ваньки-встаньки, в очередной раз подняться и продолжать свою жизнь дальше уже, идти по жизни, ну, как бы справляться с этими сложностями, всякими неприятностями, да, к чему эти еще ведут депрессивные состояния или преддепрессивные состояния, что вам дают возможность на работе, например, принять какие-то решения, даже простые, а вы не знаете, ой, да может быть не получится, да может быть это не так, да давай это лучше я сделаю завтра, а послезавтра, а через месяц, а через год, вот нужно, некоторые решения нужно принимать вот прямо сейчас, вот слушайте видео, и вы наверняка знаете, у вас куча всяких решений, открытых, так вот их надо было уже давным-давно решить, но вы постоянно это все говорите завтра, послезавтра, на немецком языке так это звучит, то есть завтра-завтра-завтра, только не сегодня, так говорят, к сожалению, вот ленивые люди, да, ленивые, может быть, или тех, у кого депрессия, это болезнь, да, это не лень, но вот ленивые, они, например, не хотят принимать решения, и депрессия, это примерно такой же состояние, человек становится такой вот ленивый, как-то непонятный, вот на диване лежит, вот спит весь день, и утром ему не хочется вставать, вечером он какой-то весь разбитый, потом не может выражать какие-то чувства свои, его спросишь, как дела, он говорит, ну, хорошо там, или еще что-нибудь, не поговоришь с ним, ну, это очень такой тяжелая ситуация, вы сами наверняка в своем окружении имели таких людей или имеете сегодня, это очень тяжелые люди, имеется в виду не тяжелые люди, а очень тяжелая болезнь, которая в этих людях присутствует, поэтому им желательно помочь, но психологи, да, не каждый хочет обращаться к психологу, и если есть домашний психолог, как бы друзья или родители, они помогают своим детям, нужно просто об этом разговаривать, 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 мотивировать, мотивировать, ну, для этого хорошо было бы привести свою жизнь в порядок, тогда можно мотивировать своего ребенка или своего мужа или жену, если у вас у самой жизнь не в порядке, или у вас мужчины, да, жизнь не в порядке, То как-то других мотивировать тоже тяжело Ну и что еще в такое преддепрессивное состояние или депрессивное Появляется такая тошнота, да, вот что-нибудь поел не то Уже как-то тошнит, что-то непонятно Отрыжка какая-то, диарея, несваривание пищи, пинкреатит и другие проблемы желудочно-кишечного тракта Ну да, вот стресс он всегда бьет по желудку У меня то же самое было, когда я был молодым человеком У меня было очень много стресса И первое, что у меня страдало, это желудок Первое, да, там вырабатывается кислота, вот эта повышенная Отрыжка, изжога, несваривание И даже у меня была потом язва 12-перстной кишки Вот до того это все довело Штресс, да, что я, стресс то, что я мало спал, много работал Ну и по приезду в Германию тоже я работал по 16 часов в день Индивидуальное предприятие открыл, да, такое небольшое И нужно было очень-очень много работать И вот это все приводит как раз в основном Или либо голова у кого-то начинает болеть постоянно Либо желудочно-кишечный тракт Либо желудок начинает, как мы говорим, шпиновать То есть не работать, начинает барахлить По-русскому хорошее слово, говорит Желудок барахлеет Постоянно какие-то проблемы Это значит, у вас такое уже состояние Когда организм на износе уже И нужно что-то принимать, какие-то решения Либо вы потом свалитесь в депрессию И это будет еще хуже Также желудочно-кишечные заболевания Конечно, они приведут рано или поздно к язве Желудка или язва 12-перстной кишки Это также приводит к различным там раковым заболеваниям Но это уже в сложном случае такое Так это получается постоянно как-то, вы знаете Вот дискомфортное состояние Если постоянно тошнота Если постоянно какая-то рвота, да Если постоянно что-то съел, не идет То не идет, другое не идет, пятое не идет Десятое не идет, молочное нельзя Кислое нельзя, сладкое нельзя Человек получается ограничивать себя во всем Ну, врачи так советуют, да, то не ешь, другой не ешь А проблема-то не в продуктах питания И не в бактериях, которые у вас в желудочно-кишечном тракте живут А проблема у вас в том, что вы как белка в колесе Уже забегались до того, что ваш организм уже начинает сбиваться Не работает должным образом Ну, а первое это кишечник, как я говорю, да Стресс он бьет первое по кишечнику Если у вас кишечник сильный такой Если вы можете гвозди кушать, да И ничего вам от этого не будет То, например, голова начинает болеть Вот две вещи И еще третья вещь бывает такие Вот я просто смотрю по людям, по своим знакомым, друзьям Бьет в спину, например То есть это тоже может так серьезно быть В спину вступает И потом спина или шея, например, болит Ну, позвоночник, да Позвоночник может сильно болеть от стресса Голова, либо желудочно-кишечный тракт Ну, или сердце, сердце по-любому Сердце по-любому, потому что начинается такое бешеное сердцебиение Вы чувствуете, что сердце хочет прям выпрыгнуть из вашей грудной клетки У меня самого такое состояние было Когда ни с того, ни с сего Появляются такие панические атаки Атаки страха Где-то какое-то небольшое происходит, какое-то событие И вы не можете разобраться вообще Что происходит, как, что, где И у вас начинает сердце так Дюк-дюк-дюк-дюк-дюк Сто ударов в минуту, например, да На ровном месте вы лежите на диване У вас сто ударов или сто десять в минуту Как будто вы в фитнес-штудию занимаетесь спортом Вот примерно так Такое состояние у вас, да А вы просто лежите на диване или отдыхаете И у вас такие непонятки появляются Что такое, да Почему сердце так сильно бьется Иногда даже перебои бывают То оно бьется, то оно не бьется потом То давление подскочит на сто шестьдесят Сто семьдесят внезапно, да То потом оно падает на сто десять На сто То потом пульс То сердце И это кошмарное состояние Я на себе это испытал Вот вышел как-то из этого Я редуцировал тоже стресс свой Убрал его немножко И как-то все это более-менее тогда восстанавливается То есть все это можно Все это начинается в голове Начинайте об этом думать Задумываться Просмотрите это видео несколько раз Посоветуйтесь с вашими друзьями Знакомыми Кто уже это проходил Ну а если все это вам не поможет, да То обращайтесь к врачу Специалистам Они наверняка вам уже могут помочь Потому что есть методики Могут с вами сделать тестирование Вы ответите на определенные вопросы И потом по этому тесту уже видно Как вы относитесь к себе К окружающим К этой жизни И обязательно они вам помогут Психологи Есть лекарства А есть просто через разговоры Нужно тоже помочь Постоянного общения с психологом Записывайтесь на мой канал Всего вам доброго Оставайтесь здоровыми Пока-пока Спасибо вам за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok